Русский парень, летчик, верный друзьям, он выдержал самое большое испытание, он прошел огонь, воду, и вот прошел медные трубы, не изменив друзьям, не зазнавшись, не возомняв себе, черт там чего. Нормальный, хороший русский летчик парень. Полностью до конца никто не знает. Что известно? Известно, что самолет вошел в штопор и не вышел из него. Почему вошел? Непонятно. Есть разные версии. Развермитизация. Развермитизация, потеряли сознание, что вошли в облаках в мощную струю от двигателей другого. То есть перед ними прошел сверхзвуковой самолет. Сам МиГ-15 из парка, естественно, дозвуковой, мы на нем все летали. После этой вот катастрофы их заменили на Л-29 чешский, более новый, потому что МиГ-15 все-таки уже был морально устарел. Значит, что сбросило его? Есть вот несколько версий. Есть сторонники одной, противники другой. Но точно никто не знает. Была версия, что он столкнулся с шаром зондом. Но во всяком случае, когда он падал, им немножко не хватило высоты, чтобы выйти. Значит, действительно, сначала находили останки от инструктора. И была маленькая надежда, что Гагарин конкуртировался. Но потом нашли и куртку летную порванную, и бумажную. А это не надо мне верить. Надо сходить в музей в Звездном городке и все это своими глазами увидеть. Ну и еще вот Леонов говорит, что как-то они были вместе в парикмахерской. И там брили или правили волосы Гагарину. И он увидел, что у него на шее родинка. И сказал парикмахеру, что вот осторожнее, не срежьте родинку. И когда вот там в лесу нашли, вот, к сожалению, этот кусочек с родинкой, то уже стало ясно, что он погиб. А все эти глупости, что он летел в Ташкентном флое, его убили по приказу Брежнева, что он где-то там, значит, в сумасшедшем. Но это все полное. Ну, нам бы, конечно, хотелось, чтобы он был живой, но, так сказать, убрать-то зачем? То, что он погиб, это абсолютно точно, к сожалению, и сомнению, к сожалению, не подлежит. Ни один девочек никогда в жизни не хотел быть политическим деятелем. Это сейчас, значит, как вот выборы сначала все лезут в пыли, не меньше, не больше в президенты России. Вот. А ребята были летчики, и никому в голову не приходило. Ни в президенты эти, ни в секретарей. Более того, ведь Гагарин погиб в чистовом полете, на следующий день он должен был подтверждать свой класс летчика, а не президента. Я изложил свою точку зрения, как-то я ее обосновываю, где-то сам участвовал, где-то, значит, с другими разговаривал. Я в этом убежден.